Добрый день, дорогие друзья! Шавуатов! Мы продолжаем наше изучение Торы и сегодняшняя глава называется ТЦВ. Написано Ле ТЦВ. Пусть доставят тебе оливковое масло, выжатое из маслин. Это масло для светильника, для миноры. Светильник горит постоянно, но мы же с вами знаем, что Всесиль нам сказал, что светильник зажигается после того, как первосвященник, как Агрон воскурит смесь благовоний и горит светильник с вечера до утра. После того, как он горел всю ночь, утром его чистят, после очистки плошек светильника, опять Агрон возжигает смесь благовоний. Что значит он горит постоянно? Наши мудрецы говорят, что правый второй светильник никогда не тушили. Вот так. Он горит всегда постоянно. Об этом и речь. Значит, очевидно, там же Агрон расставляет уже светильники поверху миноры. И он, видно, меняет горящий на горящий. Второе все так меняется. Потом чистится и другие расставляются. Вот так это работает. Какое это масло? Почему обращают в то время внимание? Масло для миноры идет необычное. Это масло получает из маслин, которые растут на самых верхушках деревьев, самых близких к солнцу. Выжимают только первые капли. И вот это масло собирают для светильника. Остальное масло тоже не пропадает. Оно годится для хлебных жертв, для других. Их все годится. Остальное масло. Но вот это первое идет именно для светильника. Поэтому это непростое масло. Надо серьезно заботиться, чтобы оно было особо чистое. Потом Тора приступает к одежде первого священника. Давайте вспомним, во что он надет. Он надевает какие-то штаны, там до коленки какие-то панталоны. Это все лен. Чистый лен. Сверху одевается хитон, клетчатый, халат. То есть это чистый лен. Выбитый хитон, как-то он изготавливается, какой-то клетчатый, красивый, но это белое все. После этого на хитон одевается мантия. Это изделие, типа цицита, идет для головы отверстие и ворот, отверстие, сделан по типу кольчугой, чтобы не порвался. Это чистая голубая шерсть. Это самый дорогой материал в храме. Шерсть покрашенная, краской полученной из моллюска хеллозон. Который сейчас нам неизвестно, есть он или нет. В общем, это мантия. Льна никакого в ней нет. По низу мантии идут золотые колокольчики, чередуются с гранатами. Гранаты идут из трех видов шерсти. Голубая шерсть, багреница, червеница. В хручном месте. Льна здесь нет. Почему мы это не знаем? Это нам Всевышний не объясняет. Золотой колокольчик и гранат. Золотой колокольчик и гранат. Наши мудрецы говорят. Золото. Особой чистоты. Чистое золото. Колокольчик. Он же мягкий. Как же он будет звенеть? Он не должен звенеть. А мы должны слышать, когда первосвященник входит в святилище. И мы должны слышать звон, и мы понимаем, что идет служба. Как же это так? То это определенное чудо. Для Всевышнего нет ничего невозможного. Если он скажет, что будут звенеть эти колокольчики, они будут звенеть. Для него нет ничего невозможного. То есть, не только для Всесильного, даже наши мудрецы. Когда одному из наших мудрецов вместо масла попался уксус для минур, и не было ничего другого. Так он сказал, тот, кто повелел маслу гореть в светильнике, тот повелит и уксусу гореть. И когда он так сказал, уксус тоже горел. То есть, такое есть. То есть, если Всесильный для наших мудрецов такое делает, то тем более колокольчики будут звенеть. Есть мнение, что колокольчик даже находился внутри этого граната. Есть ли такой рисунок? В Живой Торе это приведено. Есть ли такое мнение? Вот такая интересная эта мантия. Голубая шерсть это вообще невероятная. Дорогая вещь. Потом, есть такой передник первосвященника. Его называется Эйфот. С лямками, передник такой. С поясочком он идет. Вот здесь он выполнил с тех же нитей головой шерсти, багряницы, черницы и льна. Кроме того, еще и золотая нитка. Если Тора не пишет нам, что золотая нитка находится, допустим, в завесе, делящей святая святых, или в потолке храма, не написано, что там она есть. Но здесь она четко написана. Золотая нитка. На этом Эйфоте, на плечах расположены, типа погон, погоны. Это два камня оникса. На каждом из них выгравировано, по порядку рождения, по шесть колен Израиля. Имена родначальников колен. Нам это для напоминания. Потом, на груди первосвященника расположен Хошен. Это Эйфот, это передник, а Хошен, это нагрудник первосвященника. Длиной в пять и шириной в пять, и будет написано, что он у первосвященника на сердце. И даже есть мнение мудрецов, что он был небольшой, находился прямо на сердце первосвященника. Есть, нет, по центру туловища рисуют. Наши мудрецы предполагают, что это так было. Но есть, раз написано на сердце, так и сердце его смещают. Есть такой в живой Торе тоже рисунок, предполагают мудрецы, что это так было. На каждом из двенадцати камней, там идут драгоценные камни, сапфир, изумруд, бриллиант, бирюза, оникс, яшма и так далее. В общем, рубин, в общем, там двенадцать камней, и на каждом камне написано имя родоначальника колен, выгравировано. Наши мудрецы говорят, что все буквы алфавита были здесь, все двадцать две буквы. Ну, так говоря, так и было в этих именах. Значит, внутри этого нагрудника, Хошена, находились уривитумин. До нас не дошло, что это. Мы не знаем. Машена мне сообщил. Или это свиточки, или камушки, ничего не известно. Но Тора пишет, что будет спрашивать Егошу, сын Нуна, первосвященника Элизара, чтобы он спросил, как поступать перед Всевышним, решение у Рим пред Богом. То есть, царь просит у первосвященника, у первосвященника молится Всевышнему, Всевышний выполняет какую-то команду, видно, дает команду этим уривитумин, и они заставляют камни эти светиться. И на них буквы. Засветилась одна буква, потом другая буква, складывают эти буквы, и получаются ответы. Он имеет право, царь, обращаться к веросвященнику, чтобы он обратился к уривитумин только в том случае, если это решение глобальное для всего народа. В частном порядке, индивидуально, никто не может спрашивать решение у Рим пред Богом. Но, Маше, Маше не нуждался в этом, он никогда не обращается к уривитумин, он напрямую разговаривает со Всевышним. Но, после Маше никому это не дано было, так общаться, что не было пророка подобного у Маше, пишет Тора. И поэтому спрашивали решение у Рим пред Богом. Потом будем разбирать, главе Петхас, почему у Рима, а не у Рим пред Умим там написано, это будет потом. Значит, теперь дальше. Крепится он с одной стороны голубыми шнурками к поясочку, это хошен первосвященника на грудник, а с другой стороны золотыми такими цепочками или шнурочками такими золотыми, такое крепление. Это такая одежда. После этого Тора переходит к головному убору. У первосвященника он идет круглой формы, льняной он идет, и он имеет на лбу, на ловой части, золотую пластинку, которая называется цит. Это пластинка для того, чтобы искупать нашу вину по отношению к священным приношениям. Если мы сделали какие-то ошибки, священных приношения, то этот венец цит нас искупает. На нем написано имя Всевышнего. В общем, это так работает, так мудристы наши говорят. Это одежда первосвященника. Всего получается 8 одежд. То есть тюрбаны циц, хошены и фот, получается мантия, это уже получается 5, потом панталоны 6, и получается хитон 7, и пояс на этом хитоне, на этом халате 8. Вот это у нас 8 одежд первосвященника. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Продолжение следует... Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха, парнасакова, намазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья. Пусть скоро закончится эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шавотов шалом.